Всем привет на моем канале, с вами Тимофей, и сегодня у меня в гостях Юля, и мы будем кушать нудл, обычный нудл, ничего сверхъестественного, но при этом у нас ногти, ну, у кого-то подлиннее, у кого-то покороче. И мы будем обсуждать интересные всякие темы, клип Рамштайн, например, коронавирус, ситуация в Америке, ну, знаешь, мы не будем никакие слухи там пускать, ничего такого, просто поверхностно помываем косточки. У Тимофея уже полностью готов нудл. Да, потому что я добавил соус терияки. У меня ничего не готово, просто обычный нудл залит водой, сейчас я себе тут просто чего-нибудь так накидаю, накидаю каких-то соусов, не хочу, чтобы у меня там случайно в этом соусе, который идет стандартный, попалось мясо. И также мы сегодня попробуем поесть с ногтями разными приборами, то есть палочками, вилкой, ложкой, и посмотрим дальше по ситуации. Только это, у меня тут один наснулся, ребятки. Только что? Да, только что. Ну, ничего, я не буду этим тогда, я буду его убирать, как будто бы я не знаю. Но, в принципе, самые основные же у нас в любом случае при приборах, это вот эти первые три. Ну да, да. Ну что, давайте приступим. Мне надо сначала размешать. А я хочу сделать соус. Я хочу размешать. Потому что, мне кажется, у меня не до конца доготовилось, но будет как-то... И в желудочке доготовится. Аль-денто. Именно так оно и называется. Бабушка мне тоже такая говорила. Да. Да, да. Ну, говорю, ба, сыровато, сыровато. Она говорит, ничего, перебарайте. Ну, вот и я того же мнения. Давай начнем с темы, с которой мы не особо много что знаем. Любая из них. Нет, Рамсталь. Ну, ты знаешь, как это ты не знаешь. У тебя там подруга снималась в этом клипе. Ну, я ее, честно, в клипе так и не нашел. Поэтому даже не знал. И не факт, что она там была, да, и снималась. Ну, не то, что не... Минуснулся. Кто, прям туда ногой упал? Да. Ой, девочки, такая жизненная ситуация. Надо поднять его, проблематично. А ты... Мы сейчас напишем в эту компанию, скажем, вы подсунули мне этот... Нудл с ногтями чужими. С факушки выпал. Так, перец... По поводу прически, это максимум, который я могла сделать с волосами. С такими ногтями. Вообще, мы сегодня очень уставшие уже, потому что мы весь день на ногах, начиная с... Ну, с утра. Кто-то с 7, кто-то с 9 утра. Вот, ну... А сейчас, между прочим, 9 вечера. То есть, как минимум, 12 часов мы не спим и на ногах. Я сразу же закрою с полотенешком. Кто какая, я свинюка, конечно, да. Ммм. Вкусно? Очень сладко. Я завидую. Переяки очень сладкие. Так, попробую палочками. В общем, получится. Я вот тоже хочу сейчас. А, ну вот у меня, наверное, как раз-таки спало с одного пальца не выпало. Ну, если что, не считается. Левой рукой не хочу пробовать. Так. Ну, вот что Рамштайн? Вот, по сути, ролик... Ну, я когда там... Очень провокационный. Я наслышанно. Все же там снимали видео. Там, то, Антон говорил. Все говорили. Ну, вот я думала, знаешь, там, ну и Рамштайн, и Рамштайн. Ну, и там фор на какой-то ролике ролик. Ну, чё? Ну, когда я его сама увидела, я такая, типа, О, вау, понятно, почему нашим русским Наташам пишут такую, типа, эту... Я, как бы... Не, ну, с другой стороны, Рамштайн же, он всегда же такой был провокационный. Да, 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 да. Но, как бы, я не знаю. Мне все равно, на самом деле. Мне, как-то, я, вот знаешь, чисто по боку. Но то, что они там сняли, я, конечно, была шокирована. Потому что, ну, как бы, в прямом эфире, там, его половые органы, понимаешь, там, где, ну, как бы, заглатывание прям все так... Куда Лобода смотрела? Крупным планом, я такая, типа, О, кстати, вот по поводу Лободы и Рамштайн, вот мне до сих пор кажется, что это все пиар. Я вот как знала, что Лобода, Лисбуха, да, я... Что? А. Что? Доброе утро, мои родные люди. Серьезно? Ну, в киевской тусовке, слухи о том, что на Лисбуха ходили, это не то, что тусовка какая-то левая, это тусовка дизайнеров, там, стилистов, визажистов, да, как бы, творческих людей, которые, как бы, пересекаются. У них же, как бы, с Нателло и Роман, и любовь, типа. Ну, Земфира, это понятно. Продюсера? Да, Земфира и это Реги... Как ее... Рената. Рената, они, типа, все догадываются, все об этом знают. А вот Лобода и... Нателло? Нателло, да, они, типа, такие... Все время хочется сказать Нателло. Вот, хотя, не знаю, ну, как бы, это не 100%, но, как бы, наши были, ну, не то, чтобы уверены, но наши, типа, ну, да, да, конечно, даже об этом никто не обсуждает, что они, ну, как бы, натуральные. Вот. И, как бы, это может просто борода быть для Лободы и для того же Рамштайна, знаешь. А для Рамштайн это что? Он же не... А, ему так вот реально, ему-то что? Он в Америке, и вот, а что вот здесь кто-то... Ну, не знаю. Хотя, ему-то, ну, не знаю, не знаю. Ну, а эти видео, фотки, там, где он с телками в каких-то ресторанах сидит, с другими, где он... Мне кажется, для его, как раз, образа, наоборот, надо быть таким развязанным, непривязанным к какой-то женщине. Не знаю. Ну, это сугубо чисто их дело. Я за всех, за все. Говорите, любите. Сейчас хочу вилкой попробовать. Ноготочками, кстати, очень даже удобно. Вот так вот берешь. Ну, то, конечно. Соня, нравится? Сладкий. Ну, я прям какой-то курицы особо не ощущаю. Так, сейчас, вроде, говорят, что лобода... Мы расстались со своим продюсером, Нателлой. Нателлой. И что, типа, у нее сейчас все под откос идет, карьера. Лобода? Ну, в плане... Ну, там тоже преувеличивают, что она вот на несколько ступенек в рейтингах упала там, везде в чартах. Ну, я хочу тебе сказать, что... Ну, может, и удобно с находными ногтями кушать. Ну, не знаю, не знаю. По поводу Рамштайна, там же это... Им грозили, испытались, их там что писали, угрожали им. Водителям это все сбрасили. Ну, это бред. Это такой бред, типа, можно... Ну, да, там все основано тупо на том, что, типа, наши русские девочки делают такие вещи в клипе с немецким солистом. Ну, вообще, с немецкой группой. Ну, и что там, типа, вообще посыл такой, типа, в клипе? Ну, это были бы эти какие-то другие, как Анна говорила, да, не русские. Всем бы было бы все равно. Потому что, ну, русские сразу же, типа, плохое какие-то. Ну, сами мы сами узнаваты в том, что мы, да, как бы, по себе такое мнение сложили за границей. Или везде, да. Ну, с другой стороны тоже 2020 год. Каждый правит делать то, что он хочет. Германия уже не та германия, с которой мы воевали. Мне кажется, да, вот сейчас я буду, может, многие справляться, может быть, и нет. Мне кажется, ну, нацистами есть, являются, это, японцы, китайцы. Вот именно, да, вот, как бы, с Германией, я бы не сказала, что, ну, как бы, все настройка плохого. Потому что японцы, как бы, были, да, нацистами в то время, когда еще Гитлер был. Их еще бомбили из-за того, что они за Гитлера были. И вообще. Да. И Нагасима вот это вот взорвали. И Россима и Нагасаки. Да. Потому что они же за Гитлера, за Гитлера, за Гитлера топили. Вот. И они до сих пор остаются такими, типа, вы нищая, нищая раса, там вот белые, мы только, типа. Вот. Жесть. Ну, естественно, что они так, ну, по улице не ходят, не говорят, но, ну, и Анна рассказывала то, как она жила с ними, но это все чувствуется, что они, как бы, ну, особенно, если ты в Японии, да, если ты в Японии, ты какой-то иностранец, то, ну, тебя даже, там, как бы, ну, особо серьезно никто воспринимать не будет, потому что, ну, это для них никто. Вот. А я, конечно, наоборот, слышал, что у японцев, типа, прикольно, если у них есть, типа, кто-то русскоговорящий в друзьях. Может быть, прикольно. Не суть. Ну, да. В любом случае, я считаю, что в наше время подобные вещи, как минимум, не должны происходить, ну, потому что, ну, серьезно, снялись и снялись в клипе, какая разница? Ну, а, ну, на самом деле, зато пропиарились девочки, я не знаю, что, ну, если бы мне писали, да, в то же время так страшно, на самом деле, сейчас в этом мире жить. Одно дело, типа, когда тебе угрожают, там пишут, но есть же такие, которые реально тебя могут выследить и кислотой той же облить какие-то, те же, блин, я не знаю, кто они там в этих всех понятиях, я не знаю, но которые там, типа, о, Сталин, там, Путин, вы нацисты, умрите, знаешь, которые больные люди. Фанатики, да, какие-то, конечно, страшно жить в стране в такой России, да, но все равно, не знаю, мне кажется, ты съел уже всю тарелку, а я вот сижу, колбас с этими палочками. Я так, стоял немножко на сладенькое. А что, оно официально удобно? Угу, ну, относительно, вот так вот, немножечко удобно, а немножко неудобно. Окей. Что у нас там по коронавирусу? Ну, вообще, конечно, изначально мне казалось сразу, что это все сделано специально, нарошено, чтобы просто почистить количество людей, и конкретно в Китае, потому что у них, помню, там, вот, допустим, там, несколько лет назад, несколько назад лет, а побольше даже, там, вот, разрешены стали, типа, гей-браки, из-за того, что очень большая рождаемость у них, и мужчинам, типа, было, и женщинам разрешено иметь гомосексуальные связи, чтобы сократить рождаемость. Потом у них там что-то было по поводу того, что в семье не должно быть больше, там, не помню, какого-то количества детей, то ли одного, то ли двух, ну, вот, что-то такое. Но там все равно это все происходит, а их количество увеличивается и увеличивается. И мне кажется, просто таким образом решили почистить. Ну, и плюс, из-за чего-то того, что это Китай, сколько поставок из Китая, как они сами путешествуют по всему миру, если там это произошло, то это и очень легко может распространиться по другим странам. Ну, как бы, такой, знаешь, погрех, который, типа, неизбежен. Возможно, много сейчас ходят теории заговора о том, что там этот вирус разрабатывали, да, он просочнился и все такое. Но вот сейчас я встречаюсь с китайцем. За последнее время к китайцам стал относиться как-то, не то, чтобы я именно к ним отношусь очень плохо. Я к правительству Китая не совсем согласна с их политикой. Это первое. Сейчас я обосную свою точку зрения, потому что я не расистка, хотя иногда мне это кажется, да, но и не русофобка. Сейчас я объясню, почему я плохо сейчас не очень хорошо отношусь к Китаю. Потому что это не коронавирус, это ничего подобного. Они мне ничего не сделали. Но то, что у них творится в стране, то, что у них это практически скоро будет закрытая страна, как КНДР, вот, то, что у них там ужасная эта политика, чуть ли как вот эта вот в КНДР, вот. А потом, недавно я узнала о такой ситуации, что они же, у них там, они против... Вот сейчас буду брать, конечно, не помню, казахов вроде, вот. Они против мусульман, и у них в последнее время, начиная с 2017-го или 2014-го года, начали отлавливать мусульман веры, кто верит в Аллаха, и отправлять в лагерь по перевоспитанию. И они там же их избивали, убивали, многих там как бы пропали уже бесследно. И как бы на это никто не реагирует, это очень страшно, это очень непонятно. Вот ты, вот они же граждане Китая, да, они против этих мусульманских церковь, потому что они думают, что как бы их там повзрывают или еще что-то. Ну, короче, не знают, да, что у них там творится. И вот так вот они над своими людьми, вот так вот их на мучения на такие отправляют. Ну, так проверьте, проверьте в интернете, посмотрите и поймете, о чем я говорю. Это называется... Выбери перевоспитание Китай? Да, да, вот. А так, еще один факт, ну, Китай сейчас производит все, что возможно, да, это огромный бизнес в Китае, но то, что они производят, сейчас же Америка с Китаем, у них там были какие-то терки, Америка постоянно производила всю свою продукцию в Китае и сейчас пытается, да, наладить бизнес у себя здесь. И я с тремя руками моими вот этими вот длинными за, потому что, первое, Китай это плохое качество, ну, не всегда, но это плохое качество, особенно идея. Большая часть, так сказать, дешевая производительность. Вот эти вот все типа, Феврор Пони Ман, Энчин Дэм, там, и так далее, вот это вот-вот-вот-вот все, что можно быть связано с одеждой, с косметикой, тестирование на животных. Китай это первое место, где тестируется косметика на животных, у них обязано быть, просто пройти проверку еще раз, даже если эта косметика тестировалась на животных, чтобы запустить ее в Китай, нужно еще раз протестировать. Короче, там настолько... Ну, это удивительно, учитывая, что они едят. Это настолько вред? Я думаю, по сравнению с тем, что они едят, тестирование косметики, это самое минимальное, по их меркам, что они делают. Да, Китай, это как-то в последнее время, я не знаю, осторожно к ним отношусь, постараюсь больше покупать продукты, которые, конечно же, не тестируются в животных, которые не производятся в Китае, но это бывает иногда очень сложно, потому что все производится в Китае, да, даже те же айфоны, те же камеры, ну, то есть, почему в Китае производится, потому что это дешевле, это, ну, как бы, ну, это дешевле, вот и все. Не, ну, конечно, если так задуматься, в целом неудивительно, что то, что там происходит, происходит, ну, в плане того, что, представляешь, только в одном Китае сколько людей, и когда такое большое количество людей, ясно, понятно, что, наверное, будет очень много вот таких странных вещей происходить. Ну, и не только, а кто-то недоел, вот такой вот вкусный мукбан. А по коронавирусу что ты думаешь? Вот просто мы, я не шарю в этой теме, да, но мы вот сегодня встречались с Анной, это наша подруга, у нее муж вообще просто в шоке, паника, там, ну, как бы... Буквально сегодня он начал паниковать, что вот со дня на день, не со дня на день, что вот буквально в течение недели, полторы, двух недель у нас все. Вода, какие-то ништяки, маски, а у масок уже нету, что вода, там, томатный соус, ну, вот что-то такое более-менее вкусное, скорость прилавков вообще исчезнет в течение двух недель, и что надо сейчас закупаться какими-то... Мороженым, не с чеками, не с чеками. Ну, да, если что-то хочешь вкусное есть, потому что через две недели невозможно будет ничего такое купить, можно будет, возможно, купить только что-то простое, либо будут, скорее всего, если серьезно эта беда нагрянет, то можно будет получать, скорее всего, бесплатно какие-то обычные продукты. А мы находимся в Майами, Юнайтед Стейт, вот, поэтому уже в... Где зафиксирован этот случай? В Вашингтон... Не Ди Си, а... Штат, штат Вашингтон. Вот, и Италия сейчас закрыта, и тут, и там, ну, в общем, говорят, что будет жесть, хотя вот мы сегодня заходили в магазин Whole Foods, ничего, люди, нормально, да... Добрый магазин Whole Foods, Publix, спокойно, вообще... Нормально, люди, ничего, но он говорит, масок уже нету, ничего нету, я такая типовой. Ну, и хорошо, ну, посмотрим, что будет. Ну, все-таки еды бы надо было купить, потому что страшно, реально. Извините, пожалуйста, за вставочку, но вот буквально, вот, мы только закончили снимать, и нам Анна отправила из магазина фотографии, я вот здесь где-то сейчас вот их прикреплю. Вот, и такова ситуация сейчас конкретно, вот, допустим, в магазине Walgreens или Walmart? Walmart. Walmart, в Walmart, то есть, в принципе, люди уже готовятся к этому, и на данном этапе непонятно, то ли это просто паника на пустом месте, то ли это реально уже подготовка к чему-то, что к нам идет. Мне страшно, мне улыбаются ложки. Поэтому, ребят, будем вас держать в курсе, и, возможно, буквально через несколько дней мы снимаем длинное видео на эту тему, и если что-то начнется происходить вокруг нас, ближе к нам. Продолжаем смотреть. Правильно, американцы вот эти делают, которые живут в домах, накупают просто подвалы, забивают вот так вот, и на все сучки жизни. Но у нас также в деревнях, у нас все в погребе на зиму, на целую зиму заготовок. Но у нас это делают, потому что раньше жрать нечего было, и чтобы оно не попользовалось. Или это потом уже стало традицией. Ну, кстати, вот нам бы неплохо тоже какой-нибудь там консерв купить побольше, на всякий случай. Ну, а потом купим, да, но ничего не будет, и что потом? Ну, с консервами ничего не случится, мы их в любое время сможем есть. Не, вот, а ты думаешь, что вот реально вот объявят? Вот вы представляете, что в мире творится, типа, просто такая вот чума? И плюс еще один из фактов, вроде бы, не знаю, насколько достоверных фактов, не знаю, насколько достоверных, что период проявления самого вируса достаточно долгий, что там, чтобы сейчас не соврать, где-то от недели до месяца, что человек не сразу чувствует, что он заболел, и человека могут выпустить, а потом у него этот вирус проявится. То есть, вот, насколько сложно с этим вирусом. То есть, даже, возможно, сейчас среди нас может быть кто-то, кто уже заражен, но пока у него еще это не проявилось. Да, и вот так вот он с каждым. Ну, знаешь, сколько людей вот просто на улице? Ха-ха-ха, и все. Вот тебе, пожалуйста, разносится. Ну, надеемся, что все будет хорошо, ничего от нас не коснется. Ну, да. Ну, кстати, вот пример тому, что в прошлом году, точнее, в прошлом летом, был ураган. Ураган... Катрина? Нет, не Катрина, не Ирма. Ураган Дориан. Дориан. Вот. И тоже передавали, что он будет проходить по Майами. И я лично помню, я ходил в Пабликс, вообще нельзя было найти воды. Каких-то там вот базовых таких элементов, потому что всегда при урагане есть возможность, что переключат... Ну, то есть нарушится водоснабжение, нарушится электроснабжение. И в целом уровень воды будет в городе повышен, и, возможно, какое-то количество дней вы не сможете выходить на улицу. И поэтому люди закупают как бешеные вот это вот все. Но в чем был прикол в этом, в прошлом летом, он в прошлом летом был, то, что Дориан прошел в итоге мимо нас, а люди все скупили. А он как бы мимо нас прошел, и у нас так был только вот такой небольшой штормик, который просто сильный ветер и дождь. И все. С другой стороны, как бы, Пабликсы хорошо заработали, и другие магазины. Ну, да. За один день. Не, страшно-страшно все это. Конечно, люди умирают, и... Ничего с этим поделать нельзя. Вот, но нужно предохраняться, сидеть дома лишний раз, да, но если это уже и случится. Ну, я не знаю, там, вы знаете все эти... Ну, и, наверное, обследоваться чаще, проверять свое здоровье, потому что никогда не знаешь. И не гуглить. Лучше сразу идти к врачу, наверное. Лучше сразу покупать себе место на корпусе. А на этой приятнейшей ноте мы с вами прощаемся, и увидимся в следующих видео. С вами были Тимофей и Юлия. Подписывайтесь на мой канал.